привет youtube привет всем любители оружия сегодня обзор рассказ турецкого турецкий полуавтомат 12 калибра от компании крал крал армс расскажу небольшую историю с ним связано ну и вообще расскажу что это такое турецкое турецкое оружие ну что начнем значит это шести зарядное полуавтоматическое ружье от фирмы крал моделька видимо называется а 12 не знаю точно потому что в интернете про него дико мало информации я ничего не нашел по оружию крал еще там поэтому как же зовут от армс или как этом фирма турецкие там еще что-то можно найти а конкретно по фирме крал ни черта ружьишка была куплена бушная за небольшие деньги человек который продавал говорил что она абсолютно нормальная исправная что продает его я не знаю связи с тем что она перестала быть необходимы так и тому подобное вот мягко говоря это была ошибка покупать эту ружьбайку потому что турецкое оружие это конечно отдельная история можете почитать на ганзе что пишут рассказывают сейчас она без ствола я сейчас поставлю а сейчас поставлю ствол покажу как это все даже на на при вас поставлю все это быстро собирается ружье полуавтоматическая 6 зарядная система газоотвода вот у него поршень система пороховые газы работают по системе то есть это не вот если будет видно в канале ствола находится отверстие сейчас наверное вряд ли канале ствола отверстие газовый поршень там две две дырочки если будет видно они газы прорвавших прорываются через эти отверстия пихают поршень вот здесь у него компрессионное кольцо фокус это все дело отталкивает сейчас я соберу при вас собирается на пивко проблем нет вот газовый поршень газы прорываются при прорыве газа как газы попадают сюда толкают все это дело назад и ружье получается перезаряжать происходит перезаряжание и обратно все это дело все это на место ставится все собирается очень быстро как бы тут проблема но это по конструкции ружье один в один один в один с мр-153 просто все то же самое система запирания канала ствола я потом покажу затвора такой же клин единственное различие что у нее не два выбросил выбрасывателя патрона как у 153 а один уже сейчас будет видно один зацеп который выкидывает патрон чем она как бы мне понравилось и я почему именно купил они 153 но еще раз повторяю то что она не досталась недорого вот сейчас подачу досталось недорого во вторых она гораздо легче гораздо легче 153 и еще у нее вместимость не 4 плюс 1 опять присадим то есть у него магазин больше емкости чем у 153 здесь стандартный патрон 12 на 70 входит сюда в магазин 5 штук сейчас я продемонстрирую еще достала патроны вот обычный 12 на 70 это у нас главпатрон 70 миллиметров гильзовальцовка звезда то есть чтобы зарядить ее надо так подаватель блокируется после спуска поэтому и взводим ружье как бы становится надо было по идее патрон закинуть ствол на это делать не буду заряжаем заряжается она очень мягенько кстати тоже раз ух ты ем твою мать я чё такое было защемило палец считая не врубать почему-то подаватель сработал что-то я не понял почему сработал подаватель пока еще раз так я бросаю патрон так уже зарядил реально защемило ноготь должна прокорябала его посинял что я не пойму что соль раз еще за бред она и горит урецкая ружья ружья вот вот он опа мы дали все происходит она не дает зарядить нормально идет подача хотя я ничего не трогал он должен был туда зарядить их 5 штук короче все ясно я говорю турецкое оружие одним словом это как бы меньше из проблем до этого ружья я расскажу почему все это так и произошло короче ружье глючное однозначно сейчас еще раз покажу в плане в общем она кстати отдача у него очень мягкая за счет того что у него стоит классный такой резиновый амортизатор вот с такой вот перфорации очень мягкий он реально прям амортизирует сгибает шикарно отдачу гасит суперский плюс естественно полуавтомат огромная часть отдачи уходит на перезаряжание движения затвора уход газов поэтому отдача с него конечно очень комфортно это не сравнить с двухстволкой да вот плюс еще имеется значит планочка прицельная сверху вот мушка а и сменные чоки у них тут аж было пять штук то есть цилиндр цилиндр с напором получок чок и супер чок это больше чок окажется точно не помню почему говорю точно не буду что я где-то потерял реально на охоте мы остался только кажется сейчас стоит здесь супер чок или чок а одна риска это чок да вот одна рисочка короче потеряла еще и к тому всему прочему чоке так расскажу что не так и вообще почему и как и что что с этим уже сейчас разберу снимаем ствол когда покупал из оружия первым делом смотрели на ствол понимаешь что это сейчас будете написать смеяться что там лоханули все все понятно просто смотрел ствол ствол гладенький хромированный с ним проблем нет все четко но не обратил внимание что вот это место к хвостовик ствола у него если видно вот в этом месте где клин затвора приходит зацепление со со стук с хвостовиком ствола там вот такие вот неприятные какие-то замятия заусенцы макрофис помоя видно да будет вот в этом месте вот в этом я не обратил на это внимание думал ну просто рабочая как бы поверхность все путем оказалось оказалось что клин затвора то что за фокус с фокусом вот клин затвора да вот он выходит и в этом заряженном состоянии он зацепляется за кожуха за кожух ствола вот так вот кто не в курсе как вот клин затвора входит зацепление и все сделано клин цепляется за вот эту выемку и не дает значит преждевременному откату затвора и разрыва гильзы называется запирание ствола с помощью затвора вот этот затвор когда я покупал он был самодельный вы не затвор а клин затвора конкретно он был самодельный из какого-то сыромятного металла я я посмотрел на него ну просто потому что турки так делают оказывается это просто родной клин затвора ему вот эту вот выступ который зацепляется за кожух стволом просто оторвало к черту и все ружье перестает быть рабочим она опасна и это не заметил конечно к моему большому стыду и купил это ружье продавали его всего за 300 долларов хотя вы скажете что в россии тогда можно было купить без проблем и мэрку 153 за эти деньги я не спорю но я не в россии поэтому как бы так у нас в казахстане несколько все подороже поэтому 300 долларов за полуавтомат это у нас и мэрка стоит новая сейчас скажу новая стоит 700 долларов да где-то так поэтому 300 и 700 разница приличная да при том что турок легче многозаряднее как бы мне казалось что он ничем не уступает касса уступает еще как у него качество стали металла который при применяется при изготовлении детали просто отвратительно это конкретно клин затвора уже другой купленный купленный мною в вооруженном магазине сейчас я покажу это не родной это кажется другого полуавтомата родного я естественно нашел на ebay перевел тоже кучу всего клинер затвора я не нашел поэтому я в одном из магазинов купил более-менее похожий клин мне пришлось его станке его подтачивать потому что он по ширине не подходил вот и подгонять вот здесь вот с боков снимались фото это эти металл снимал металл по бокам потому что он не входил по ширине и немножко я промахнулся все таки клинт видите лифти по вертикали касать по длине и за счет этого ружья как бы сейчас работает но все равно дует дует попки гильз то есть гильза патрона после выстрела не вот такая остается обычная а у него вот это место конкретно раздутое то есть поддувание гильз это опасно с этого ружья конечно стрелять не стоит надо клинт затвора был и было подогнать четко вот как-то так но еще раз ребят при хочу предупредить при покупке оружия срок для пробега отглядывайте его с ног до головы до мельчайших подробностей потому что может быть вот такой же ремонтирована еще плохо сделано или вплоть до того что я читал на ганзе что человеку просто напросто этот затвор прорвал ствольную коробку она же идет дюралевая алюминиевая прорвал вы вылетел и вылетел в бровь повредил там то то что человек чуть ли не в реанимацию по после этого попал да то есть остался чудом жив поэтому это в любом случае это кстати тоже было именно с турецким ружьем не помню каким-то армс или не помню вот здесь под 12 калибр это очень мощный патрон здесь используется большое количество пороха плюс еще за обратите внимание что здесь написано магнум что здесь можно использовать патроны с навеской дроби до 50 там грамм и длиной гильзы 76 миллиметров я представляю если бы с него стреляли магнум его бы разнесло когда мы начали стрелять с него обычными патронами стандартным даст там навеской пороха там 18 грамма не помню вот когда уже начал клин затвора сыромятный самодельный как бы деформироваться появился люфт стрелял не я мой друг то последний патрон просто взорвался разорвало ему то все он вывернул подаватель вот этот вот к черту выгнула подаватель лоток пришлось менять тоже новый затвор заклинил в крайнем заднем положении и хорошо что ему повезло что он вообще не получил какие-то серьезные повреждения такие вот пироги короче турецкое оружие одним словом так что ребят покупайте лучше поддержите отечественного производителя покупайте марки они намного надежнее намного приятнее смысле не при они тяжелее речи нет 153 она тяжелющая она не для ходовой охоты а чисто на паук по узкам работать поэтому как проблем нет а турецкое оружие избегайте какое бы она красивая ладненькая не было потому что качество именно стали металла которая используется в нем просто отвратительно и опасно для вообще жизни так что всем спасибо пока